Добрый день, в эфире Медиаметрикс программа Мимонод, ведут ее Олег Дружбинский и я, Евгений Додолев. А в гостях у нас легендарный музыкант Юрий Лоза, который последние несколько лет стал таким, как бы сказал, ньюсмейкером. И в этой связи вопрос, вот эти заявления сенсационные, которые наш брат-журналист тут же подхватывает, они делаются осознанно? Прямо вот вы вычисляете точку, куда надо инфузорию туфельку ткнуть, чтобы она задергалась? Или у вас это получается так же спонтанно, как сочинение песен? Давайте я сразу вам скажу, я этих заявлений не делал. Вернее как, эти заявления это выдранные из контекста обрывки фраз. Ну вот представьте себе, канал «Звезда» приглашает меня на часовую съемку, на часовой эфир идет съемка. Вот мы сейчас снимаем передачу, говорим о том, о сем, они мне задают вопрос, кого бы вы выделили в прошлом веке, какого бы человека вы сделали, как бы с вашей точки зрения, кто является символом эпохи или кто самый главный человек в России? Я говорю, наверное, в Советском Союзе и так далее, в нашей империи. Я говорю, наверное, все-таки Гагарин, потому что это мировой символ, потому что это человек, который прорубил дорогу в космос, который там... Одна улыбка Гагарина, что сделал, насколько контрактов мы подписали только потому, что рядом сидел Гагарин. Но, опять же говорю, его нельзя, вот, например, сейчас, с точки зрения сегодняшней космонавтики, рассматривать как человек, который совершил вот именно какие-то физические деяния. Почему? Потому что сегодняшние они в бадминтон играют, ну, так как нельзя сравнивать, скажем, первого человека охрой, нарисовавшего оленя на стенке пещеры, и Сурикова. Это разные вещи, но они оба ценны для истории, как нельзя сравнивать гитаристов. Джимми Хендрикс научил гитару визжать, сегодняшние гитаристы в школе играют круче Хендрикса, но их, опять же, нельзя сравнивать. Так же и Гагарина. Сегодняшний играет в бадминтон, а Гагарин в ракете просто лежал. Из всей передачи остается фраза, Гагарин в ракете просто лежал, он ничего не сделал. Блин, я им звоню, они тут же дают в интернет, это подхватывает все сразу. Все-все-все новостные агентства, Лаза вот такой ляпнул. Они бегут с этой фразой к этому, к Леонову. Леонов кричит, сволочь, он оскорбил моего друга, подонок, гад. Я звоню на звезду, говорю, ребята, какая передача пойдет, чтобы люди поняли, что будет происходить. А они мне говорят, а мы не будем ее монтировать, нам достаточно этого скандала. Я говорю, как так, вы что, товарищи, подождите, но ведь люди же, у меня уже идут конкретные угрозы, что убьем, сволочь, как ты, на ночь, Гагарин. Да конкретные, да. Я говорю, вы что, с ума сошли, так же нельзя поступать. А нам достаточно, они говорят. И я разговариваю с Пимановым на передаче на какой-то. Он говорит, а что ты не идешь к нам больше на звезду? Я говорю, ребята, у вас вообще совести нет, говорю. Он говорит, да я лично разберусь. Ну, такой же болтун, как все остальные. Ничего не разобрался, все то, что так же и осталось. То есть, я со звездой не разговариваю принципиально. Почему? Потому что люди могут только взять, подставить. И вот эта фраза сейчас гуляет по интернету. Лоза оскорбил Гагарина. Чем я его оскорбил, Гагарина? Я им говорю, ребята, ну хотя бы ладно, бог с ним. Ладно, оставьте эту фразу. Скажите, если кто-нибудь докажет, что Гагарин в Ракете сидел, лежал, танцевал, хоть что-нибудь делал. Я говорю, посмотрите мемуары, я же знаю немножко о космонавтике. Академик Раушенбах написал, что первая инструкция, полетная инструкция для первого космонавта состояла из четырех слов. Ничего руками не трогать. Гагарин сам на одном из банкетов встал, говорит, я не знаю, кто я. Первый космонавт или последняя собака. Все шло в автоматическом режиме. Человек лежит в скафандре, просто запеленный в этот скафандр, не может пошевелить ни одним из членов. Влетел, сел, так и не понял, час-двадцать весь полет. И мне говорят, что сейчас я оскорбил Гагарина. Да он великий, он первый, я и сказал, что он великий первый, я и назвал его первым, самым великим деятелем Российской империи двадцатого века. Именно Гагарина. И вдруг выясняется, что я его еще это обидю. Вот так делаются все эти мемы. У нас прямой эфир. У нас прямой эфир. Прямой эфир надо тут еще подкидывать. Вырезать, вырезать можно от отсюда, откуда хотите. Юрий, я поскольку являюсь вашим давным поклонником и много лет люблю ваши песни и слежу за ними, вы для меня совершенно неожиданно раскрылись как блогер. Я не знаю, у вас это слово коробит. Нет, почему? Ну, если я веду блог, я и на радио вел блог на Комсомарской правде. Долго достаточно, почти год я этим занимался. То есть я наверняка сейчас, вот сейчас идут переговоры у меня с толковыми людьми, которые говорят, что если будешь затевать свой блог, все-таки его надо делать по науке, по сегодняшним технологиям, которых я не очень хорошо разбираюсь. Вы знаете, а может не надо никакой науки? Нет, ну дело в том, что я все равно говорю какие-то вещи. Нет, наука, объясняю, наука это чисто технологически, как это должно выглядеть. Некоторые вещи, упаковка сама, они коробят молодое поколение только потому, что они правильно выглядят. Скажем, черно-белый фильм, он не будет смотреть просто потому, что он черно-белый. Хотя это может быть великое произведение, им надо обязательно рассветить это все, в определенной упаковке подать. Поэтому говорят, это несложно, но это надо знать как. Надо отслеживать потоки вот эти все, как контент этот растекается, кто его смотрит, как, чего. То есть блог это целое дело. Когда вы сочиняете, извините, что я перебил, это целиком ваша работа или это все-таки коллективное творчество, вам кто-то помогает писать? Почему? Зачем мне это нужно? Единственное, что я всегда показываю жене, она тренция за писателей, она все-таки закончила литературный институт, из-за один из лучших поэтов у нас сейчас в России. Она прекрасно понимает в том, вот в этой части она прекрасно разбирается. То есть вы не публикуете без ее как бы... Это очень правильно. Она корректор или редактор, я сейчас спрошу вот так. Она в первую очередь это человек, который, можно сказать, нравится, не нравится. Когда-то Шенинского спросили, зачем ты показываешь жене свои произведения, она же в этом не бум-бум. Он говорит, она в этом самый главный бум-бум, потому что она отвечает на вопрос нравится-не нравится. Это единственное, что... Единственные критерии, которые существуют в творчестве сейчас. Понравится это или не понравится. А уже там все остальное вторичное, это не имеет большого значения. Главное, чтобы это понравилось. А она все-таки, она еще и женщина, она еще и по-женски смотрит. Она же не может так сразу взять, абстрагироваться полностью от своей сущности, от своего естества. Поэтому сначала смотрит как женщина, потом как профессионал, потом как корректор, потом еще как-нибудь. То есть она внимательно посмотрит, если я попрошу, и скажет, вот если даже она не знает, что конкретно, вот с ее точки зрения надо изменить, она может всегда ткнуть пальцем и сказать, вот тут не верю. Станиславского знаменитого. Да, да. Вы знаете, Илья, бытует мнение, что все блогеры в душе провокаторы немного. Знаете, потому что без этого как-то не будет тебя и смотреть, и слушать. Вас иногда радует вот какая-то, если у вас появляется желание чего-нибудь спровоцировать? Появляется ли она? Сейчас уже это не имеет большого значения. Главное, иметь свою точку зрения. Она наверняка не совпадет с мнением второй половины нашего общества. Потому что общество поляризировано, очень ли поляризовано, как правильно сказать. Поэтому, когда вы скажете любую определенную точку зрения, знайте точно совершенно, вторая половина, а не ваша. Если вы говорите, я за, то значит те, кто против, они все равно будут с вами полемизировать, и пойдет драчка. То есть сейчас уже не нужно даже об этом, как-то на эту тему заморачиваться. Главное, иметь собственное мнение. Я не знаю, как насчет общества, но мне кажется, что вот ваш цех музыкальный, не знаю, наверное, слово шоу-бизнеса вы не любите, но, скажем, музыканты в целом, музыканты, они в советские времена, даже в 90-е, были настроены более-менее единодушно. Ну, то есть никто не хотел, чтобы существовало сезуры. Жень, 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 более поляризованного, более сообщества, чем музыкальное, в Советском Союзе не было. Вот так вот. Вот так вот. Были те, кто был в экране, и те, кто был вне экрана. Да, но на кухне вы собирались и говорили. Ненавидели друг друга так, что вам даже представить невозможно. Какими словами поливали, за кого считали. Потому что одни имели доступ к кормушке, а вторые нет. И хотя я прекрасно знал, что то, что я делаю, это востребовано, это интересно, это надо людям. Но это не проходило через определенную цензуру. И когда я знаю, что я выпустил альбом в 83-м году, некоторые вещи там спеты, ну скажем, та же Баба Люба, ее никто не повторил на протяжении 30 лет, никто близко так рядом не спел, как я тогда исполнил. Я даже не был номинирован ни в одном списке как вокалист. То есть даже не номинирован, не то, что там признан кем-то или как. Почему? Я написал единственную книгу о том, как писать тексты. Я прочитал эту книгу. Я ни разу нигде не был номинирован как текстовик. Даже как человек, который умеет якобы это делать. Хотя бы в десятки, в пятнашки, в пятидесяти, в ста. Меня не включили ни разу даже в этот список. Я играю на гитаре 40 лет, я ни разу не представлен был как гитарист, как композитор. Моя песня «Плот» единственная, которую американцы поют на английском языке. Я как композитор не попал ни разу ни в этот список. То есть я не присутствую. Меня нет. Меня просто нет. Я отсутствую во всех официальных документах. Просто не существует. Меня проще не замечать. А почему так сложилось? А очень просто. Я давно уже вывел формулу идеального руководства медиасистемой. Она выглядит так. Расплоди бездарностей, и на их фоне твоя посредственность покажется талантом. То есть прямо специально разводят бездарностей. Безусловно. Смотрите, с момента убийства Листьева на Первом канале не появилась ни одной авторской программы. Все люди, которые имели креативное начало внутри, которые могли что-то создать, все уволены. Для того, чтобы можно было покупать ширпотрепить или пилить бабло. Это же глобальная тенденция. Глобальная тенденция. Все используют форматы. Все покупают апробированные. Глобальная тенденция. Я прихожу на радио, приношу новую песню, мне говорят, не наш формат. Я говорю, скажите, ребята, у меня около сотни песен. И вот я сейчас могу выбрать любую из них. Они абсолютно разные, во всех стилях. Я найду для вашего формата, который ваш. Скажите, как он выглядит. Вот скажите, я вам подберу песню. Он говорит, он выглядит так, что это не ваш формат. Вот как хотите мы с этим делаем. Вот что хотите делать. Скажите, Юрий, а вы скандалили с коллегами по цеху? Со мной пол эстрада не разговаривает. После выхода этой книжки многие не разговаривают вообще. Скажем, я приехал к Диане Арбениной домой. Я говорю, я хочу твое произведение одно в свою книгу поместить, вот для примера, целиком. Я имею право его раздолбать на части и приводить фрагментарно. Никто слова не скажет. Но если я привожу целиком, то для этого нужно разрешение автора. Она говорит, а что ты будешь говорить про эту книгу, про это произведение? Я говорю, ты в нем уверена? Ты же его написала, ты же его опубликовала везде. Оно везде в твоих там сборниках, оно приведено целиком. Я его тоже приведу целиком. Можно? Я тоже перепечатаю из твоего же сборника целиком. Что я скажу? Тебя это интересует? Ну вот я позвонил Лешке Рыжову из дискотеки аварии, сказал, что я приведу целиком. Он говорит, Юр, от тебя? Да хоть ведром назови, как сказал в свое время Робертс. Я вас, я, говорит, Кончаловскому он сказал, что кто-то его позвал сыграть в своем сериале. Он говорит, у вас хоть по моим ведром от мастера это все что? Мне тоже самое, Рыжов говорит, а ты, пожалуйста, на здоровье. Я поцелил, тебе интересует это? Что я потом от тебя скажу? И что Арбенина ответила? Она говорит, ну, в общем-то, наверное. Я говорю, ну ты же, наверное, выше все-таки по статусу, чем критика какого-то лазы. Ну, ты же такая понтярная сидишь там в жюри, всех учишь жизни. Я говорю, у тебя какая разница? Ну, ладно, расписала. Так вот, я отправил книжку, она со мной, она даже не сказала, что она получила эту книжку. Она не разговаривает, руки не подает, все, глаза сволочь, гад. Я просто высказал свое мнение о ее стихотворении. Эта реакция ожидаема была для Арбенина? Абсолютно. То есть вы осознанно пошли, наверное, на конфликт. Так я ей в глаза сказал, ребят. Я же всем в глаза говорю, ребят, хотите меня критиковать, пожалуйста. Если у вас есть что сказать по поводу моих произведений на здоровье. Говорите все, что вам вздумается, пожалуйста. Я готов выслушать, если эта критика конструктивна, если она что-то мне даст, пожалуйста. Но никто же, молчат все, проще не замечать. Критиковать-то нечего, и начинается вот такая беда. Что делать с лазой, блин? Лучше, чтобы его не было. И они все делают для того, чтобы меня как бы не было. Но благодаря Фейсбуку вы стали ньюсмейкером. Вот потому и он дает мне возможность говорить то, что я думаю. И это кто-то что-то слышит. Мало того, сейчас на моей странице пасутся все новостные издания. Меня перепечатывают тут же, целиком, не целиком придумывают новое название. Вот сейчас новое выскочило в Рамблер вчера случайно. Открыл что-то, опять искал этот какой-то там, как поисковик его открыл. Там написано, лоза там наполчился на Самойлову. Я сказал о Самойлове, что она молодец, здоровье, мужество. Да, но она бедная девочка. Ее бы отправили, даже если бы она совсем охрипла. Но там же бюджет распилен. У нее не было возможности отказаться? У нее нет, у нее отказаться, да вы что? Кто бы ей дал отказаться? Ее сразу еще в прошлом году подписали на это. Если бы она вообще не смогла произнести ни одного слова, она все равно бы поехала. Но бюджет распилен. Вы что, ребят? Вы возвращает деньги, что ли? Уже купили песню о якобы американского Гудкина, как мне Аксюта сказал на Первом канале. Я говорю, а почему вы к американцам-то бежите? Песни Гудкина не поют в Америке. Песни лозы поют. Что вы к лозе не идете за песней? Мне Гудкин говорит, да ладно, российские все говно. Они не могут написать хорошую песню. Я говорю, Юра, ты что, обалдел? Гудкин был басистом автографа, тоже был говно. Стал американцем, сразу стал великий, что ли? А что, американское гражданство сразу поднимает творческий потенциал человека, что ли? Это же бред. Почему? У нас достаточно композитора, достаточно... Чего вы бежите туда? А почему? У нас достаточно композитора. Да в море, замечательный композитор. Мне шлют пачками эти песни новые. Смотрите, что получается. Ведь там же распил-то, как идет. Песня, которую купили у якобы американского, израильского дуэта, вот это, или там тринтетных, там три человека автора. Американский якобы автор Гудкин, израильский автор текста, и человек, который пилит бабло. Откаты все эти кто-то занимает. Три автора, как правило, песни. Она же не стоит и десятая часть этих денег, которые за нее заплачены. Выбит на нее большой бюджет. Ну, конечно, Гудкин получает свои там... Все все, что получают. Точно так же на Самойлову бюджет был выбит, на костюмы, на медицинское сопровождение, на все, тем более такая страна. В этой бригаде... Вы знаете, сколько человек поехало? Я не знаю, сколько. Но я вам почти уверен, ну, вот, процентов на 90 скажу, что команда, которая поехала с Самойловой, она была человек 50. Все жены. У нас Португалия, красивая страна. Дети, родственники, тещи, все там были всунуты под каким-нибудь этим... под каким-нибудь... как назвать-то его... статусом. И все туда рванули. Еще бы она не поехала. Конечно, ей сказали, да, может, просто рот открывается, тебя бы к вокал споет. Что и было. Она шептала только первую часть, а припевывал, сели ребята. Но она и первую часть забыла. Ну, такая девочка. Она же не профессиональная. А вообще следите за Евровидником? Нет, нет, ну, просто мне спрашивают. В некоторых случаях меня спрашивают, просят прокомментировать, и мне приходится смотреть. Также здесь меня попросили прокомментировать, я взял, посмотрел ее номер. Все Евровидение смотреть не стал. Почему? Потому что это давно уже англовидение. Это давно... Британцы уже подмяли конкурс давно под себя. Я, когда мне говорят, что это такое, я говорю, ну, поймите, но когда его слезали с Сан-Рема, 63 года назад, то в установочных документах было написано, что этот конкурс должен объединять, должен способствовать познанию, чтобы мы могли познакомиться с культурой своих соседей. Там очень много хорошего было написано, что он такой развлекательный, что никакой политики и так далее, и так далее, и так далее. Со временем все вот эти постановки, все установочные вот эти были убраны, лозунги, и сейчас это стало совсем дорогим. Он перевернулся с ног на голову. Хорошо. Ну, из наших исполнителей, которые выступали вообще за все время Евровидения, вы кого-то можете выделить? Все враги, все враги. Все враги? Отечество и лозы. Враги отечества, конечно, и лозы в частности. И бурановские бабушки. Бурановские бабушки одни из самых больших вражин. Ого. Объясняю почему. Смотрите, я же всегда, уже много лет, пытаюсь провести одну мысль. Я говорю, ребят, что мы хотим получить? Вот, например, у Станиславского есть такой сверхзадача, он придумал такой слайдчик. Сверхзадача нашего участия там. Ну, вот для чего мы туда есть? Если взять как сверхзадачу пропаганду российской культуры вообще как таковой, тогда все наши, кто туда едут, все враги. Потому что они работают на британскую культуру, а не на нашу. Ну, там ведь нельзя петь на русском. Зачем нам конкурс, в котором нельзя петь на русском? А кто нам сказал, что там нельзя петь на русском? Ради бога. Все на английском поют. Послушайте, они поют почему. Так сделано, их заставляют, их вводят. Но никто не может не повлиять на гордых французов. И получается, что Патрисия Акас едет, поет песню на французском языке, занимает свое девятое место, перед ней не ставится задача победить. И едет после этого в европейское турне. Наш Дима Билан приезжает, пытаясь понравиться ирландской домохозяйке, поет ей по-английски, побеждает и едет на гастролистых тыкфар. Почему? Потому что никто Диму Билана звезды не пустит. Но французская певица Патрисия Акас интересна, оригинальна и самобытна. А Дима Билан это точь-в-точь один в один. Он никому не нужен. Мы можем использовать площадку Евровидения для пропаганды своей культуры. Как это делают французы? Приходишь, поешь русскую песню, они говорят, ух ты, ничего себе, у них, кажется, они, кажется, не только могут нас копировать, они, кажется, еще и свои самые, у них композиторы есть, певцы, у них есть поэты, у них есть люди, которые могут поставить номер. Мы победили, привезли сюда этот конкурс. Нашим ведущим запрещено было говорить по-русски. Нахрена нам эта первая победа? Второе, мы, смотрите, мы проводили здесь конкурс, мы даже винтик последний привезли из-за границы. Вся техника была, все обеспечение, свет, звук, специалисты, все было оттуда. Наши были только нефтедоллары. Зачем нам показывать миру, что у нас только нефтедоллары? Что мы тупые, можем только точь-в-точь один в один. Поэтому мы покупаем все эти битвы коров с дельфинами, зачем они нам нужны? Поймите? Битвы коров с дельфинами? Которые мы покупаем сейчас. Короли фанеры, все это, голоса все эти. Это отработанный материал, который мы покупаем за большие бабки, чтобы получить с этого откат. Вы знаете, поскольку упомянуты были бурановские бабушки, меня в свое время задачил совершенно Дробыш, когда я привел ему в пример творчества Александра Борисовича Градского. У Градского сказал, он говорит, нет ни одного хита, а у меня их сто. Вы можете как-то прокомментировать? Я, честно говоря, не нашел, что ответить, потому что, что такое хит? Что такое хит в системе координат лозы? Что является хитом? Вот смотрите, вот гимн Удмуртии это party for every bar and dance, которые пели вот эти бабушки, не понимая ни слова из этой тарабарщины. Он считает, что Дробыш, что он написал хит. Что этот хит будет исполняться такими бабушками, кто его будет петь, когда и где в Бурятии. Что такое хит? Это песня, которая стала популярной и так далее. Вот я знаю, что у Высоцкого в таком случае миллион хитов, ну там сотни хитов. Почему? Это песни, которые звучат, которые поют за столом, у Визбора этих песен больше, чем у Дробыша, намного. Почему? Потому что это песни, песни Дробыша не поют, а песни Визбора поют везде. То есть, смотря что мы называем хитом. Песни, которые раскрутились по радио или по телевизору, которые были прокручены много раз, если называть это хитом, тогда мы опять начинаем приходить вот к чему. Когда мне недавно был такой спор, все-таки вот количество лайков, может оценивать песню, количество подписчиков, которые зашли на сайт и так далее, и так далее. Я говорю, вы знаете, я ответил на этот вопрос так, мне говорят, вот там у нас есть блогеры, у них там куча, и так далее, вот самое-самое-самое, она пришла к нам на телевидение, и так далее. Я говорю, смотрите, был такой Осьминов Пауль, он предсказывал результаты матча, у него подписчиков было больше, чем у этой девушки, поэтому тут говорить об этом смешно. Если вы хотите по лайкам, допустим, считать вот хит, то мне приходилось комментировать одну песенку, недавно она набрала миллиард просмотров, какой-то... Миллиард? Да, миллиард просмотров. У песни, этот, как он, который, кореец-то этот спел, вот эту, у него 8 миллиардов просмотров, а у той песни миллиард просмотров, она состоит вот из чего, человек сидит на самой игройке, на этой, одним пальцем, тю-тю-тю-тю-тю, пен, тю-тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, пен, apple, тю-тю-тю-тю, миллиард просмотров, миллиард просмотров на была песня. Поэтому, если вы будете поэтому определять хит, мне, допустим, вот этот хит, который спел этот кореец, Ганн Ганн доставил, что такое? Я бы не писал этой песне, мне бы стыдно было за нее, а он набрал 8-10 миллиардов просмотров. Поэтому говорить о хите сейчас очень сложно. Что мы, вот система, критерии оценки, возьмите мне по какой-нибудь, песню «Плод» поют уже там тоже 35 лет, она звучит, на каждой кухне, на каждом этом мне пишут, что она и жизнь спасла, и так далее. Мне уже 25 человек написали, что они ее авторы. То есть, вот эта песня живет своей жизнью. То есть, когда у песни появляются еще авторы, значит, это... Программа, программа под названием «Достояние республики» взяла известные песни, прокрутила, сделала такую передачу, она голосованием народным победила однозначно, песня «Плод». И является она хитом? Безусловно. Но песен, уровня «Плода» у меня там несколько десятков. Я как считаю, как профессионал. Хорошо сделаны, но они не были столько раз в эфире. Их никто не пустит. Я... Это... Мне Аксюта говорит, опять же, на том же канале, что ты там с одной песней там ходишь и так далее. Я говорю, Юра, ты сделал все для того, чтобы народ слышал только одну песню. Это ж ты сделал. Ты же мне вырезал из программы «Давайте обедать». Это ж твои все дела. Понимаешь, ты говорю, когда вы мне не даете показать остальные песни, получается, что вроде как у меня их и нет. Я не могу их нигде прокрутить. У меня песня написана про Новый год 15 лет назад. Она за 15 лет не попала ни в один из новогодних эфиров. Я приезжаю, говорю, ребят, ну включите меня. Ну вот, ну хорошая же новогодняя песня, охренительная. Все говорят, охренительная. Говорят, мы знаем. Ну, что я могу... Мне редактор говорит, что я могу сделать, если я тебя ссун, я жду кого-то выкинуть. Они уже придумали новое название для старого названия, для старых названий новых песен. Они уже поменялись костюм у меня, сели в поезд, уехали в Белоруссию сниматься. И вдруг ты заявляешься с песней. Если Киркоров узнает, что у него будет не 20 песен, а 19, ты можешь представить себе уровень истерики? Из-за того, что какого-то лозу включили, он уже перья, блин, поменял, он уже все, он уже костюм пошил, уже все. И вдруг ему говорят, что будет песня только 19. Ты не знаешь, что будет, говорит. Ты что, охренел, Юр? Ну, ты же, говорит, взрослый мальчик, ты можешь песню написать, ты можешь книжку написать, ты пьесу можешь написать, сценарий, ты все можешь. Да ты музыкант, ты встанешь в переходе, тебе подадут, ты сыграешь. А куда я его сейчас перестану показывать? Ну, это аргументы же. Он же встанет в очередь за бесплатным супом, ты что, обалдел, что не елью, что ли, какая-то? Я говорю, ну, конечно, пусть лучше поет, чем лампочки по подъездам тырить. Это тоже аргументы. Я добр, ребят. Ну, вот вы сказали, что есть у нас масса композиторов. Я, допустим, уже упомянутый Александр Борисович Чеграцкого спрашивал, почему все время на голосе, проект «Голос», все время исполняют песни из англоязычного репертуара. Он говорит, у нас нет своего материала, у нас не сочиняют таких песен, которые можно представить. Почему вы смеетесь? Я же не знаю. Мне это кажется, грустно. Мне это кажется, грустно. Александр Борисович отдельный человек. Чего вы слушаете? Александр Борисович совершенно отдельная субстанция. Он сам по себе. Вы когда у него работали, в его этом зале, в Градский холл, мы пришли, он говорит, я вам все настроил, там все под меня. Я начал ржать. Ну, Саша, елки-палки, то, что настройка под тебя, это, конечно, не подходит больше никому. Ты сделал так, что хуже ты сделать ничего не мог. Если бы ты ничего не трогал, мы бы успели. А так как ты успел все настроить под себя, мы сейчас будем в полном работать в таких условиях. У тебя голос оперный, у меня нет. Как можно под тебя настроить микрофон для меня? Ну, ты подумай сам. Твои критерии, твои оценки, это твои оперные оценки, твой оперный подход, твое восприятие, голос, как можно их вообще проецировать на остальную жизнь? Ну, смешно. его мнение, Сашкино, смешно. А вы считаете, что у Градского рок-н-ролличаек его же называют отцом или дедушкой? Почитайте блог Градского, и вам все станет. А у него нету блога. А вот потому я и говорю, что блог появляется, когда у человека есть что сказать. Если нечего сказать, а если что показать, он идет в Инстаграм и показывает, как он там ест, вот тут показывает, там показывает, пломбу показывает, которую он сейчас делает. Он фотографируется. Человек, которому есть что сказать, он идет и заводит блог и начинает что-то говорить. Таких, кто говорит на нашей эстраде, процентов 5. Остальные показывают. Это такой афиша большая может быть из этого блога. Вот у Градского вообще нет блога. А вы рок-н-ролльный человек? Я? Да. Я вообще терпеть не могу каких-то определений. Я выпустил альбом «Путешествие в рок-н-ролл», который признан самым первым, одним из первых рок-н-ролльных альбомов. Мне, когда я выпустил следующий альбом, мне рок-н-роллисты кричали «Ты сволочь, предал рок-н-ролл» и так далее. Я говорю, братцы, мне скучно быть просто рок-н-роллистом. Я закрывал блюзовый фестиваль, закрывал бардовский фестиваль, но меня блюзовики своим не считают и барды тоже. Хотя я закрывал эти фестивали. Я закрою рок-н-ролльный фестиваль, пожалуйста. У меня рок-н-роллов достаточно. Но мне скучно быть чем-то одним. Вообще, для меня лучший отдых это смена деятельности. Лучшая песня это та, которая не повторяет предыдущую. Если я выпустил альбом рок-н-роллов, сколько еще можно писать? Сколько можно сыграть блюзов? Ну, у меня есть несколько замечательных блюзов там. На альбом наберется точно. Ну, больше-то куда? В мире 30 сюжетов и написал 100 песен, это значит, ты уже по 3 песни на каждый сюжет написал. Сколько можно написать песен на сюжет о счастливой любви? У меня в книжке это есть. Одну. Ну, когда пятую писать об этом, это же бред севика было. Это же 100% самоповтор. А чем Вы объясняете такое увлечение вообще социальным роком, которое было в конце 80-х? Ведь просто рок-культура тогда нам казалась вообще доминирующей в среде молодежи. А сейчас ведь такого нету, сейчас же не слушают. Нет, мы должны понимать, что вообще рок-культура выскочила. Появилась в мире на волне социального протеста. Рок-культура вполне обошлись бы рок-н-роллом, если бы не было столько проблем в мире. И рок-н-ролл трансформировался в рок именно потому, что феминистки бились за свои права, негры бились за свои права. Началась война во Вьетнаме, хиппи бродили по миру и втыкали цветочки в дуло пистолетов. То есть это была целая вот весь мир взбурлил вдруг неожиданно. Вот это протестное начало, оно и вынесло на эстраду очень многих, кто, конечно, получили свою минуту славы именно из-за того, что относились к этому протестному началу. Когда мне говорят, как ты можешь про великих такое говорить, я говорю, ну представьте себе Роллинг Стоунс. Вот у меня есть на тему хороший очень тест такой вот. Ну представьте сами, что этот альбом вышел не тогда, когда он прогремел, а вышел на 20, 30, 40 лет позже. Кто-нибудь заметил бы сегодня Роллинг Стоунс? Вот тех Роллинг Стоунс, они бы заметили. Они бы сидели там где-нибудь в клубе, как должны были по качеству своей работы. Тогда их вынесла вот именно эта протестная волна. Я говорю, возьмите альбом 95-го года Чикаго, когда они перепели все Ночи день называется. Возьмите, перебросьте его в наше время, он опять соберет все Грэмми. Он по качеству такой. Возьмите любой альбом Фрэнка Синатры и забросьте его в любое время. Качество самого материала таково, что оно абсолютно точно будет признана. Качество материала тех ребят, которые вылетели тогда наверх, абсолютно никуда не годится. Поэтому сегодня их бы никто не заметил. Без этой подоплеки протестного начала. 80-й год считается официально годом смерти Рока. Как явление. В 81-м году образовалась первая рок-лаборатория в России, в Советском Союзе. У нас все это мертворожденные дети. В 85-м рок-лаборатория, в которой я сидел вместе с Юрой Зарезниченко, мы определяли с этими ребятами в серых пиджаках разрешать рок-лабораторию или не разрешать. Пили коньяк с ними, я пел им песни. И думали, что делать с роком? Я говорю, если хотите с роком что-то делать, разрешите его. Он убьет себя сам. Что и произошло. Первый концерт в Горбушке лезли через крышу. На последний, через три года уже никто не пришел, потому что смотреть не на что. Все, умирает, любое явление умирает само от себя. Оно как бы начинает трансформироваться, меняться. Как только из рока ушло протестное начало, все. Вот эти ребята, оставшиеся, которые уже выросли на этой культуре, которые до сих пор рвут майки на груди. Чухрай хорошо сказал у них, что очень режиссер, по-моему, что они похожи на Александра Матросова, который падает на амбразору, точно знает, что пулемета там нет. Поэтому сегодня, когда они, все это, и я все время говорю, ребят, ну поймите, ну забудьте об этом роке. Ну если Сукачев кричит, бабушка курит трубку и в это время рвет, ну курит бабушка трубку. Блин, ну протест-то в чем? Ну он может охрипнуть, может там разбить микрофоны, гитары поломать, они могут все разнести, всю сцену. Но бабушка курит трубку и все. И все. И много лет уже. Вы, кстати, упомянули режиссера, я просто по ассоциации, вспомнил, сейчас же идет в городе Канн кинофестиваль, и там представлена лента «Лето» Кирилла Серебренникова у Майки Науменко, о Викторе Цое. Вы что-нибудь слышали про это? Будете смотреть фильмы? Да нет. А зачем мне об этом смотреть? Я же жил в то время. А вы были знакомы с героями ленты? Не, зачем? Ну мы, привет-привет, не более того, мои приезды в Питер, но мы никак. Я был на рок-фестивале в Питере в 81-м году. Ну я посмотрел на все это дело, на всю эту тусовку, она меня совершенно не вдохновила. Этот образ жизни меня абсолютно не нравится. Секс, наркотик, и рок-н-ролл меня никогда не интересовало, я хотел в детстве быть. Я хотел быть великим футболистом, мне совершенно было до лампочки. Мало того, все коллективы, в которых я работал, они вообще никак не связаны были ни с сексом, ни с наркотиками, ни с рок-н-роллом. Ну да, интеграл не был связан. Столько слухов, столько слухов. Вы поймите, слухи-то от кого идут? От Алибасова. Алибасов, это же генератор слухов. Не надо верить только этому. Нет, ну я вас помню на сцене. Это такой был драйв. Я объясняю, в тот момент, когда я один раз увидел записную книжку одной моей поклонницы, не моей, вернее, поклонницы, в которой я был, она поменяла меня на Якаёлу. То есть она отдала Якаёлу за меня. Они у нас точно так же коллекционировали, передавали друг другу. И я понял, что мы такой же предмет торга, и что ничего в этом нет, кроме товара. И у меня сразу отпало всякое желание с этими поклонницами иметь какое-нибудь дело. Я понял, что я их интересую только в плане как-то галочку поставить. Я хотел немного про будущее поговорить. Про прошлое мы так много, что называется, прошлись. Совсем недавно, кажется, вы в Фейсбуке написали о том, что планируете развивать свой YouTube-канал, и вообще как-то переходите на профессиональные блогерные рельсы. Ну, назовём это так. Мне посоветовали. Так, вот расскажите про будущее. Мне посоветовали. Говорят, ты много чего хорошего говоришь, почему теперь не говорить это в камеру? Поставь камеру и говори. Многие люди не читают, потому что им некогда читать. Но они с удовольствием включают какое-то устройство, и вот он готовит, женщина, и читать некогда. А послушать тебя она с удовольствием послушает. С огромным удовольствием. Я вдруг сам понял, у меня жена тоже же иногда, когда она занята каким-то делом, она включает какую-то информацию, она тоже не будет читать какую-то, что ей там интересно. Мы новости так слушаем, они как бы идут параллельно. Почему же не знакомиться с тем, что я говорю в аудиоформате? Даже если она не будет смотреть, она будет слушать. А уж тем более смотреть, если это сделано еще будет так, что на это можно смотреть. То есть это нормально снято, перебивается какими-то картинками, и это весело и интересно, или весело, или интересно, или то и другое сразу. То почему бы этому не существовать? Это, говорит, моментально дает совсем другое, как новое словечко, выхлоп. Оно уже много лет у нас есть. Я правильно понимаю, что вы подразумеваете под этим некий бизнес, ведь это монетизируется, там появилась реклама, на этом, кстати, неплохо зарабатывают, я слышал, на видео блоге. На меня вышла одна компания, это было в конце прошлого года. Вышла на меня одна компания, телевизионная, большая, говорит, мы хотим сделать ваш блог по-настоящему, так примерно как это делается у тех, кого-то раскручивали в последнее время. И мы готовы вложиться в это дело, студия, команду под вас и так далее. Наша задача миллион подписчиков через год. Я говорю, понимаете, в чем дело? Моя задача сказать людям что-нибудь хорошее. Так ставить вопрос вообще для меня кажется неправомощным и неправильным для меня. Потому что они мне предложили сразу список тем, включиться, они говорят, вы понимаете, что этот миллион мы можем получить только через скандал, через драку, вам надо вот этих вот опустить, испачкать, измазать. То есть обычный журналистский подход. Обычный журналистский подход. Я говорю, ребят, подождите секундочку, я музыкант в первую очередь, у меня много хороших песен, я работаю в своих концертах, я обеспечен по жизни, основное все я купил, то, что нужно было. Жилье у меня есть, автомобиль есть, на котором я езжу, у меня есть где отдыхать, то есть у меня все основное для жизни, чтобы у меня там насущная какая-то проблема, которая заставляет меня пахать. Ну вот я знаю, что некоторые мои коллеги, которые создавали себе вот такие проблемы, они достаточно плачевно потом все это заканчивалось, когда люди начали пахать с утра до ночи. Но когда заводит человек три семьи, всем дай, этой купи, там еще и любовницы, я знаю все эти истории, они... Очень хлопотно. Это очень хлопотно. А у меня же высшее экономическое образование. Я всегда очень хорошо считал. Я в математических олимпиадах участвовал. Поэтому я всегда, даже когда был молод, я всегда сравнивал возможные приобретения и возможные потери. Вот я беру, так прикидываю. Нет, не надо. Поэтому лучше я как-то спокойнее. Я какой-то такой компромисс, что ли, в этом плане. То есть мне очень хорошо на том стуле, на котором я сижу. И мало того, я как-то вывел для себя даже формулу, опять же, такую формулу существования, моего существования на эстраде. Я сижу на откидном стульчике в хит-параде. Вот есть такой, зайдите в любой зал, видите, центральный переход, и вот эти вот откидные стульчики, которые, они без спинки, они без номера. У них не очень удобно сидеть. Но на них никто и не претендует. Вот я сижу на откидном стульчике, и смотрю, как они тусуются и обсуждают свой переход с первого ряда в шестой, или с третьего в одиннадцатый. Я думаю, а кого не взял бы я на разогрев в распевке? Не, не взял бы. Но мне хорошо на нем сидеть, спокойно. Вы очень мило называете свою позицию конфорбизмом. Мы на финиш напрямую выходим. Я для журнала «Военный», Станислав Говорухин делает такой журнал, хотел бы вас поинтересоваться насчет службы в ракетных войсках. Как это было? Были вы там музыкантом, как Сюткин служил, или Левкин, они рассказывали в этой студии, или вы прям были ракетчиком? Так получилось. Так получилось вообще, что когда меня турнули из университета, за неуспеваемость, за то, что я не хотел учиться, я же поступал, потому что самый маленький конкурс на гидрологию суши, на геофак, и через два года я понял, что вообще не мое, но мне отец говорил, ты же в армию пойдешь, я говорю, я еще в армию пойду, я там никого не знаю. У тебя не верили, они каким-то образом поповещают, что ли, о том, как только меня отчислили, тут же моментально пришла повестка, и меня отец, опять же, засунул на завод, говорит, это важно, чтобы ты ушел из завода, ты уйдешь, у тебя стаж будет идти два года, ты уйдешь, рабочая косточка, на завод потом вернешься и можешь увольняться, но стаж-то два года уже есть, вот, я успел еще поработать с тропольщиком целую неделю, бегал за водкой, бригаде всей, потому что к тропам меня не допускали, мог поубивать всех, и попал я в эту армию, и так случилось, у меня все-таки десятилетка, это среднее образование, я попал в такие войска, где нужны хоть какие-то знания, то есть это ясно, не страйбат, я попал в ракеты, но в моей жизни всегда я оказываюсь не в том месте, не в то время, два раза ходили люди, вот я попал в учебку, на заправку ракет, в учебку, два раза ходили люди, искали каких-нибудь профессионалов, первые пришли геодезисты, это белая кость армии, это туда попасть мечта, а я же только что курс геодезии проходил, я же знаю, сколько Кипригель, Теодолит, Мензула, Нивелир, я же все это прошел, и мы тоже только что воду тянули в Толгар, то есть я помню это все, вот рядом, и я оказываюсь на ряде, они прошли, поспрашивали, и все, и я к ним не попал, второй раз я оказываюсь в наряде, когда идут искать музыкантов, прошли эти, кто-нибудь поет, что там выяснилось, никто кроме меня не поет, я единственный, кто чистит картошку сидит, и я попадаю в воинскую часть, настоящую, через полгода в учебке, без всякой музыки, без ничего, я становлюсь заправщиком, и нас отправляют 17 километров от ближайшего населенного пункта, тайга, колючая проволока, закрытая площадка, ракета 8К-64, огромная такая, здоровенная дура, 33 метра высотой, и я заправщик, я приезжаю туда, первое, что меня спрашивают, ребятам увольняться надо, а там оказывается, есть духовой оркестр, и есть вокально-инструментальный ансамбль, такой подполковник Слоним, у нас такой был, он очень любил культуру, музыку всякую, и он держал на маленькой площадке, 300 человек, площадочка, и там, оказывается, было вокально-инструментальный, и даже духовой оркестр, меня тут же спросили ребята из духа, ему увольняться надо, запаса, а замены нет, на чем играешь, я говорю, на гитаре играю, на трубе подавно сыграешь, сказали мне, сунули трубу, сунули трубу, и дали сроку недели, чтобы я там что-то выдал, но я выдал на трубе, я не справился, а вот на альту втором, исправно, крякал там, знаете, а на альту второе, это инструмент, который дает вот эти контрапункты всякие, у нас был очень интересный духовой оркестр, такой смешной, музыкантов не было, поэтому собирали по крохам, вот, и 4 человека у нас занималось ритм-секции, там барабаны, тарелки всякие, там стучали, короче, один человек мог выдувать на бейном басу, такая круглая, здоровенная дура, он издавал какие-то низкие ноты, как в анекдоте, возьмите ля контрактова, нет, ля субконтрактова, да, берите, внутри что-то хлюкало, барабаны стучали, в общем, диско-музыка такая шла, а мы, три человека с этими сгнутыми трубками альты, первый, второй, мы делали, и вот это все, вот эта музыка основная шла, один человек знал ноты, у нас, Элькин у него была фамилия, я помню, сейчас такой, знаете, маленький такой солдатик, на них всегда Шинель сидит, как носовый платок на карандаше, он единственное знал ноты, он мог выдать мелодию, но его берегли для офицерского состава, потому что солдаты шли, они шли, у меня офицеры выпадали из этого, серьезно говорю, из строя выпадали от хохота, и когда подходило начальство, тогда Элькина выдвигали вперед, и он на трубе начинал, жалостливый, как в тифрийских банях, ну, ребята, это надо было, это надо было видеть, вообще, мы уже, да, что мы сейчас послушаем, ну, но я ракетчик, я сначала был в заправке, потом в электричестве, специалист первого класса, я действительно знаю это все. У нас передача подходит к концу, я просто вопрос из уважения к нашим зрителям и слушателям, мне тут много пишут, благодаря за мнение ваше про Евровидение, ну, тут какой-то мальчик, там, из Тель-Авива, как он себя именует, интересуется, как вам вот последняя, это, победительница из Израиля? Это давно уже не конкурс песен, это номер, конкурс номеров, номер поставлен профессионально. Ну, что ж, пускай ему там в Тель-Авиве будет хорошо. Профессионально поставленный номер, что еще? Юрий, скажите, как мы сейчас музыку послушаем, после того, как мы попрощаемся с зрителем. я свои песни вам предлагаю послушать. Да, естественно, ваши песни, что? Будет что-то новое? Будет одна новая песня, и чьи остальные хиты, это стандартная, стандартная пропорция в любом концерте, если вы выходите в концерте и поете только новые песни, концерт провалится. Поэтому одна, четвертая, пятая часть новых песен, это стандартная. У нас был сегодня нестандартный гость, потому что это глыба, это отдельное явление. Прозвучало в передаче, что градские явления, я считаю, что Юрий Лоза это тоже совершенно отдельное явление в нашей культуре. Огромное спасибо, Юрий, вам за визит. Эфир провели Олег Дружбинский и Евгений Додель. Спасибо, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова